Всем привет! Это канал о домашних животных. Сегодня поговорим с вами про Чао-Чао. Породистые собаки всегда были популярными и остаются таковыми на сегодняшний день. Одна из необычных пород Чао-Чао. Главная ее особенность – синий цвет языка, будто собака наелась черники. Представители милые на вид и пушистые, с достаточно покладистым нравом, а также со своими преимуществами и недостатками. Чао-Чао является собакой древнейшей породы, появившейся в Монголии и на территории Северного Китая. В этих странах представители породы Чао-Чао существуют более двух тысяч лет. Изначальное предназначение этих псов было весьма универсальным – охота, охрана, оленеводство, а иногда их даже использовали как ездовых собак. На сегодняшний день они скорее декоративные, но при должной дрессировке, скорее всего, справятся и со своими прежними функциями. Чао-Чао – очень верные собаки. Они очень преданы своим хозяевам, а также ответственно относятся к своему жилью. С человеком, которого Чао-Чао посчитает чужим, он может повести себя весьма агрессивно, особенно на своей территории. По меньшей мере, к чужим он относится с опаской и недоверием. Собаки этой породы уравновешены и независимы, очень сдержаны в проявлении эмоций, практически не скулят, не прыгают от радости. Вместо виляния хвоста можно заметить лишь его легкие подрагивания, а в качестве выражения недовольства – приглушенное рычание. В уходе Чао-Чао не сильно прихотливы. Шерсть достаточно расчесывать раз в неделю, мыть не более трех раз в год. Кормление возможно как специализированными кормами, так и натуральной пищей. Особой активности не требует, чистоплотен, отлично чувствует себя в квартире, но тем не менее, не стоит отказываться от длительных прогулок хотя бы раз в день, для поддержания здоровья питомца. Преимущества породы. Это очень красивые собаки. Плотный костяк, грива как у льва, необычный цвет языка – все это обязательно привлечет внимание окружающих. Мохнатые Чао-Чао похожи на плюшевых медведей, которых хочется постоянно гладить и чесать. Неприхотливость в еде. Представители этой породы могут питаться как сухими кормами, так и пищей, которую варит хозяин. При этом, конечно, кормить собаку едой из своего рациона не стоит, особенно если он состоит из недостаточно здоровой пищи. Преданность хозяину. Чао-Чао даже без охранной подготовки бросится на защиту, если увидит, что хозяин в опасности. Также рьяно он готов защищать свое жилище от непрошенных гостей. Невысокая потребность в активности. Хоть собака и достаточно крупная на вид, и кажется, что в квартире ей будет тесновато, на самом деле это не так. Чао-Чао достаточно ленивы. Они не испытывают острой потребности в постоянных серьезных разминках и четырехчасовых прогулках. Не требуют серьезного ухода за внешним видом. Чао-Чао не нужно стричь. Расчесывать достаточно раз в неделю, а мыть всего несколько раз в год. Колтуны у них не образуются. Когти при достаточных по времени прогулках стачиваются самостоятельно. Сдержанная и спокойная. Такой пес практически никогда не лает и не скулит. Если на это нет серьезной причины. Если на него и его хозяина не нападают, то на улицу он обычно не обращает внимания ни на посторонних собак, ни на людей. Чистоплотная. Шерсть Чао-Чао обладает грязеотталкивающим свойством, а также сама очищается от грязи. Даже если пес изваляется в луже, через некоторое время он вновь будет чистым, даже если его не помыть. Недостатки породы. Чао-Чао очень недоверчивы и опасливы. При недостаточной социализации могут проявлять агрессию к посторонним людям и маленьким детям, а также к другим собакам. Для того, чтобы снизить риск возникновения агрессивного поведения, с маленьким щенком нужно как можно чаще оказываться в кругу других собак и людей и учить его спокойно на них реагировать. Пес достаточно своенравен. Его не так-то просто научить командам, а если это удалось, то перед тем, как выполнять их очередной раз, он сначала удостоверится в настойчивости хозяина. Если дать слабину, то Чао-Чао это быстро заметит, и заставить его сделать что-то в следующий раз будет еще труднее. Недостаточно эмоциональны. Эта собака, скорее всего, не будет с радостными прыжками встречать хозяина с работы и без устали вилять хвостом при его возвращении. Скорее всего, он равнодушно выйдет в прихожую и будет спокойно ждать, пока его погладят в знак приветствия. Хозяину необходимо быть со щенком сильным, строгим и добрым одновременно. Показывать свою слабость с ним нельзя, иначе он будет пытаться занять в семье лидерские позиции, а хозяином в доме должен быть человек. При этом быть агрессивным к щенку, а тем более бить его, нельзя ни в коем случае. Он или наотрез откажется выполнять команды, или проявит агрессию в ответ. Высокая склонность к аллергии. Чао-Чао не привередничают в питании, но иногда оно неблаготворно влияет на их кожу и шерсть. В результате аллергии появляются расчесы и залысины на тени. Поэтому иногда приходится потрудиться, чтобы найти для своего питомца подходящий корм. Меопатия, передающаяся по наследству, часто вызывает у Чао-Чао серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Это заболевание характеризуется постепенной потерей мышечного тонуса. Становится тяжело бегать, ходить, задние лапы передвигаются прыжками. При возникновении подобных симптомов у Чао-Чао следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу. Недостаточно активный. Этот пес не подойдет людям, которые хотят приобщить собаку к активному образу жизни. Ему не захочется бегать за велосипедистами, ходить в дальние походы и выполнять долговременные заплывы. Кроме того, чрезмерные физические нагрузки могут привести к ухудшению здоровья питомца. Чао-Чао подойдет для людей с размеренным образом жизни, для которых высокая эмоциональность не главный показатель собаки. Это красивая порода со своими особенностями. Какие из них считать достоинствами, а какие недостатками решить может только владелец.